Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Недавно на канале Школа Шахмат Дарио прошел интересный эксперимент. Автор канала, шахматистка Дарья Филиппова, всего лишь по одной позиции определяет уровень игры шахматиста. Сегодня мы с вами проведем нечто подобное. Я вам покажу три позиции и дам вам 10 минут на решение всех трех позиций. Затем я покажу решение в этих позициях и в конце видео расскажу о том, какой уровень игры у вас. В первой позиции у белых всего одна шашка, но она успешно сражается с двумя шашками соперника и даже побеждает. Первый ход очевидный белых АБ6 и в этой позиции у черных есть два хода. ФЖ7 и ФЕ7. Вы должны найти выигрыш в обоих вариантах. Ставьте видео на паузу и пытайтесь найти выигрыш. Во второй позиции у белых три шашки против четырех шашек соперника. Белые начинают и должны сделать сложную ничью. Ставьте видео на паузу и пытайтесь найти ничью за белых. Третья позиция также ход белых. Белые начинают и делают тяжелейшую ничью. Ставьте видео на паузу и попытайтесь найти решение за белых. Ну а теперь показываю решение. Первая позиция это этюдный выигрыш шашистов Мишина и Харьянова. 1909 год. Белые начинают и выигрывают. АБ6. Ну и в этой позиции есть два хода за черных. Давайте сперва рассмотрим ход ФЖ7. Белые играют Б7 и грозят поставить дамку и отсечь шашки черных от похода в дамки по двойнику. Поэтому черные обязаны играть ДС7. Тогда белые ставят дамку. Нападают на шашку С7. Поэтому черные вынуждены отойти. Снова нападаем на шашку Б6. Уже черные вынуждены отойти. Ну и здесь знаменитый финал вилка или штаны. Белые нападают на шашку Ж7. Черные отходят. Затем фиксируем шашку А5. Ну и после вынужденного хода черных АЖ5 нападаем на шашку Ж5. Черные отходят. И видите зафиксировали обе шашки черных. Так называемая вилка или штаны. Если в этой позиции черные ходят ФЕ7 вместо ФЖ7. Тогда белые побеждают таким образом. Играем БА7. Ну и белые видите снова грозят поставить дамку и отсечь шашки черных по двойнику от похода в дамки. Поэтому здесь черные должны ходить. Ну и либо ЕД6, либо ДС7. Все ведет к одному и тому же. Ставим дамку и черные вынуждены закрыться. Потому что белые видите грозили на ход допустим ДС5 отсечь шашки черных. Ход похода в дамке уже по большой дороге. Поэтому черные вынуждены закрыться. Теперь играем БА7. И на ход ДЕ5 здесь надо найти единственный ход за белых. Бесполезно играть на Б8. Надо играть именно на Е3. То есть видите у черных единственный ход. СД6. И теперь сыграть только на поле А6. Ну и здесь возникает так называемая цепочка прием. То есть на любой ход либо ДС5, либо ЕД4. Нападаем сзади дамкой. Черные вынуждены отойти. И связываем шашки черных по большой дороге. Черные отдают шашку. И бьем дамкой только на поле С3. Ну и теперь два хода. Если черные играют ФЕ3. Мы ставим дамку на Е1. И черные проигрывают. Они вынуждены отдать свою единственную шашку. Если же черные играют ФЕ3. Тогда играем СД4. Ну и на ход ЖН2 уже белые выиграют с помощью приема запирания. То есть шашка черных видите. Х2 в плену. Во второй позиции. Это этюд Давида Калинского. 1953 год. Белые начинают и делают ничью таким образом. Отдаем шашку АВ6. Остальные ходы бесполезны. И здесь надо щедро отдать вторую шашку. Только такой ход ведет к ничей. Обратите внимание, что напрашивающийся ход ЕД4. Я думаю многие ошиблись. Сделали в расчетах этот ход. Он не ведет к ничей. Это проигрывает. Смотрите. ЕВ4. Теперь у белых есть два хода. После хода ДЦ5 черные красиво выигрывают. Если вы не видели в расчете этот выигрыш. Попытайтесь сейчас найти выигрыш за черных. Ставьте видео на паузу и ищите выигрыш. Черные красиво жертвуют шашку АВ6. И видите играют ФЕ3. Ограничили шашку белых. У них теперь единственный ход САВ4. И теперь надо вести шашку в дамке именно на поле Ж1. То есть играем ЕВ2. И на ход БЦ5 ставим дамку только на поле Ж1. Остальные ходы ведут лишь к ничьей. И теперь у белых есть два хода. Если они играют СБ6. Мы ставим дамку на поле А7. Ну и после вынужденной жертвы. Белые ставят дамку на поле Б8. Но она тут же ловится. Черные побеждают. Если же в этой позиции после постановки черными дамки на поле Б8. Белые играют допустим СД6. Тогда здесь не менее красивый выигрыш. Отдаем щедро шашку. Загоняем белых в дамки. И зажимаем дамку белых по двойнику. Видите как бы белые не играли. Мы бьем до конца. И шашка А7 белых остается в плену. Белые проигрывают с помощью приема запирания. Рассмотрели. Первый прием выигрыша. Второй прием выигрыша. После хода СБ4 такой. Черные играют АБ6. Ну и на вынужденный ход. БЦ5 другого нет. Идет прием присоска. Играем ФЕ3. Ну и белым приходится бить сюда только. В другую сторону бить нельзя. Там шашка белых остается в плену. Ну и тут все очень быстро заканчивается. Белые не успевают пройти в дамки. Например ФЖ3. И мы ведем шашку в дамки именно по большой дороге. ДЦ3. ЖФ4. ЦБ2. ФЕ5. Ставим дамку на поле А1. Ну и после хода ЕД6 вынужденного. Зажимаем шашку белых. Белые вынуждены отдать шашку. Ну а теперь. Все таки рассмотрим ничью. В этой позиции. Как правильно было играть. После жертвы АБ6. Белые играют именно ЕФ4. Отдают в шашку вторую. Кажется сумасшедшая позиция. Но тем не менее белые здесь во всех вариантах достигают ничью. То есть на ход СД4 играют допустим ЖФ2. Идем в дамки. Ну и куда бы черные не ставили дамку на Е1 или Ж1. Тут без разницы. Идем по большой дороге. ЕФ6. Видите. Белые грозят занять большую дорогу. Поэтому черные вынуждены напасть в поле С3. Ну и в этой позиции. Как бы черные не играли. Белые успевают отсечь шашки черных. Либо по тройнику. Либо занять большую дорогу. Ну и здесь еще возможно. Возможно три ловушки. Давайте их тоже рассмотрим заодно. После хода допустим БЦ7. Белые отсекают черных по тройнику. И здесь черные выиграть не могут. Но есть три ловушки. Первая ловушка. Если черные играют СБ6. Ну допустим ФЕ7. Черные играют Б5. Белые допустим уходят на А3. Видите. Не дают белым пройти по тройнику. Тогда играем дамкой на Ж7. Белые допустим нападают с поля Ф8. Мы отходим. Ну и здесь правильно играть на поле А3. С ничей. То есть если черные допустим нападают с поля Ф8. Мы занимаем большую дорогу. И здесь черные победить не могут. Это ничья. Но если в этой позиции белые неосторожно пойдут на поле С5. То черные здесь побеждают. То есть они нападают с поля Ф8. И видите. Белым некуда отойти. То есть если они занимают большую дорогу. Мы просто отдаем дамку. И побеждаем. Если же белые уходят допустим на поле А6. Тогда отдаем шашку. Ходом АБ4. И так же черные побеждают. Первая ловушка. Вторая ловушка. Связана с ходом АБ6. Ну как здесь черные могут защищаться. Допустим. ФЕ7. Играем на Ж7. Белые допустим играют на Ф8. И черные уходят на А6. Ну и здесь правильно играть допустим на поле Б4 или А3. А вот на поле Е7 здесь играть нельзя. Этот ход проигрывает. Черные смотрите. Снова нападают. И белым некуда отойти. То есть если они отходят по тройнику. Тогда мы отдаем шашку. И побеждаем. Таким образом. Если же белые занимают большую дорогу. Кажется вроде ничья. То здесь есть скрытая петля. То есть черные щедро отдают дамку. И затем ловят дамку белых. Таким образом. С выигрышем. Ну и наконец последняя ловушка в этой позиции. Если черные играют АЖ7. Белые допустим уходят на Ф8. Черные уже играют на АЖ8. Ну и на ход ФЕ7 играют Б5. Допустим Е8. Уходим на Б2. И здесь правильно играть допустим на поле С5. Или А3. А вот ход ФЕ7 здесь также проигрывает. То есть черные видите нападают на дамку белых. И белым некуда отойти. То есть на ход Ф8 мы ловим дамку таким образом. И побеждаем. А если белые в этой позиции уходят по большой дороге. То здесь снова видите петля. То есть отдаем дамку и шашку. И побеждаем. Ну наконец последняя позиция. Этюд Зиновия Цирика. Это 1953 год. Настоящий монстр по глубине и пониманию позиции. Смотрите. В этой позиции у белых есть три хода. ЦБ4. Еф2. И ЕД2. Только один из них ведет к ничей. Ну давайте сперва рассмотрим проигрывающие ходы. Ход Еф2 проигрывает. Черная игра ДЕ5. Ну и допустим на ход АЖ3 играют АЖ5. Теперь у белых есть два хода. Ну ФЕ3 мы рассмотрим чуть попозже. Давайте сперва рассмотрим ход ЖАЖ4. Здесь черные очень красиво выигрывают. Единственный ход. Б5 точный. Надо его запомнить. Ну и на ход ЦБ4. Видите. Так играть бесполезно. Просто белым некуда ходить. То есть на размен мы бьем А на Ц3. Побили, побили. И играем ЖФ4. То есть грозим сыграть ФЕ3 и выиграть. Поэтому у белых единственный ход. БЦ3. Теперь черные нападают. Белые отходят. И черные идут в дамки. Ну, этими шашками ходить бесполезно. Поэтому белые еще отдают шашку. И пытаются прорваться в дамки таким образом. ЕД4. Черные отходят. Еф4. И на ход ДЦ5. Черные ставят дамку. На Ж1. Белые отходят. Лучшего нет. И здесь важно найти очень тонкий ход. Выигрывает только ход АЖ3. В чем идея этого хода? Смотрите. Если теперь белая игра ДЕ7 или ДЦ7. Тут без разницы. То есть черные проводят так называемый удар по затылку. Они отдают дамку щедро. И видите, забирают сразу же две шашки белых. С выигрышем. Если же белые это видят. И допустим играют СБ4. Тогда заходим в люпки. Белые вынуждены отдать шашку. Ну и на постановку дамки. Играем АБ2. Черные проводят все три шашки в дамке. И строят так называемый треугольник Петрова. С выигрышем. Кто не знает, как строит треугольник Петрова. Ссылку оставлю в верхнем правом углу. Так. Рассмотрели ход ЕФ2. Он здесь проигрывает. ЕФ2 проигрывает. Второй ход. ЕД2. Он также проигрывает. Смотрите. Сюда. Снова черные играют ДЕ5. Ну и тут рассмотрим другой вариант уже. На ДЕ3 черные играют АЖ5. И на ход АЖ3 лучшего нет. Черные здесь уже нападают. Здесь более простой выигрыш у черных. То есть единственный ход у белых. ЕФ4. Бой-бой. Черные ставят ДАМКУ. Ну куда угодно. Можно на Е1. Можно на Ж1. И белые вынуждены отдать две шашки. Либо таким образом. Либо таким образом. Белые отдают две шашки. Черные проводят все три шашки в ДАМКЕ. И снова строят треугольник Петрова с выигрышем. Ну и наконец. Самый главный вариант. Так. Как убрать стрелочку. Если в этой позиции белые правильно делают ход СБ4. Только он ведет к ничьей. Теперь черные нападают. Белые вынуждены отдать шашку. Видите. Ход ДЕ5 невозможен. Потому что белые тут просто проиграют. Сюда. Сюда. Ну и на так просто выиграли. Простой выигрыш. То есть белые вынуждены отдать шашку. Кажется что с белым не сдобровать. Но тем не менее здесь есть ничья. ЕД2. АЖ5. АЖ3. Черные играют Б3. Ну и на вынужденный ход ДЦ3. Щедро жертвуют шашку. АБ2. И играют АБ4. Теперь простые ходы за белых проигрывают. То есть бесполезно играть. Допустим. ЖАЖ4. Это окончание проигранное. То есть видите. Белые даже не успевают пройти в дамки. Так как. Ну на такой ход можно допустим даже таким образом выиграть. Сюда. Сюда. Напали разок. Отдали. И видите. Черные побеждают. То есть белые даже за дамок не доходят. Белые это видят. Но даже здесь белые могут сделать ничью. Кто не видит. Как ничью сделать здесь. Поставьте видео на паузу. И попытайтесь найти очень красивую ничью за белых. Белые щедро жертвуют шашку. ДЕ5. Единственный ход. И играют АБ2 скромно. Теперь видите. Нападать БА3. Допустим. Или БЦ3. Бесполезно. Потому что белые сыграют АЖ5. Видите. И успевают прорваться в дамки. Черные не успевают поймать. Шашку белых. Ход ЖА4 за черных здесь даже проигрывает. Видите. Белые нападут с поля А3. И даже выиграют. Поэтому единственный ход здесь за черных. ДЕ3. Тогда белые нападают. БА3. Надо отходить. И заходят уже в любки. Вот это ничья. Подведем итоги. Друзья. Если вы не решили ни одной позиции. Не нашли выигрыш. Ни в одном из вариантов в первой позиции. То не расстраивайтесь сильно. Но возможно что шашки это не ваши. Вам следует заняться чем-то другим. Если вы решили в первой позиции. Нашли выигрыш только в одном варианте. Скорее всего вам следует продолжать заниматься дальше. Но я думаю что ваш уровень еще пока слабоватый. И играйте на уровне любителя. Если вы нашли оба выигрыша в первом варианте. В первой позиции. То возможно что вы играете где-то в силу третьего. Возможно второго. Или даже первого разряда. Это уже неплохо. Продолжайте заниматься. И вы будете играть лучше. Если вы решили первые две позиции. То я думаю что вы играете где-то в силу. Возможно даже кандидатов в мастера. Это уже такой серьезный уровень. Если вы друзья решили все три позиции. То я думаю что вы либо мастер спорта. Либо даже гроссмейстер. Ну и думаю что в ближайшем будущем. Если вы еще не мастер спорта. То вы выполните нормативы мастера спорта. Вы играете очень хорошо. Друзья напишите в комментариях сколько вы позиций решили. Только честно. Помните что шашки не любят хвастовство, ложь и наглость. Пишите комментарии. Напишите сколько вы решили позиций. За какое время успели ли за 10 минут решить все. Ну и до свидания. Давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.